В Самаре ночью на площади революции 31-летний водитель Чинган Юнивэй врезался в памятник Ленину. Об этом сообщили в МВД Самарской области. С места происшествия в медучреждение доставлена 35-летняя девушка-пассажир. В отношении водителя сотрудниками полиции собран материал для проверки, уточнили в ведомстве. Полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. Самаре ограничат движение транспорта из-за работ по реконструкции теплотрассы. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения коснутся следующих участков. С 28 июня по 13 июля по улице Гагарина в районе дома номер 22 в направлении движения к улице Революционной. С 14 июля по 29 июля по улице Гагарина в районе дома номер 22 в направлении движения к улице Академика Солдатова. С 4 по 8 июля на участке от дома 49 по улице Александра Матросова до проспекта Юных Пионеров. Кроме того, в период ремонта автобусы маршрутов 24, 34, 38, 41, 53, 56, 99 будут следовать по скорректированной схеме. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с предпринимателями. Глава региона заявил, что правительство области и все муниципальные образования переходят на штабной режим работы по обеспечению предприятий бизнесменов поддержкой. Такие встречи решили проводить каждую пятницу, как ранее предлагал Вячеслав Федорищев. Помимо этого, на встрече рассмотрели вопросы транспорта, благоустройства территории вокруг предприятий и кадрового дефицита. 90 выпускников Самарской области отправились на Кремлевский бал в столицу. В Москве ребят ждет насыщенная программа. Экскурсии на теплоходе, прогулка по музею-заповеднику Царицыно, просмотр спектакля и, самое главное, концерт в Государственном Кремлевском дворце и развлекательные программы на Красной площади. Президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. На сайте Кремля было опубликовано его видеообращение. Он заявил, что главный опор для каждого человека – это семья, и выразил уверенность, что выпускники продолжат все самые лучшие семейные традиции и сумеют вместе построить будущее, о котором мечтают. Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослый, самостоятельный, где все ключевые решения вы будете принимать сами. Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. В самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас, как за родных. Поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами. Они обязательно будут, благодаря тем качествам, которые у вас уверен есть. В России в 2025 году появится новая выплата для студенческих семей с детьми. Миноборнауки выступила с инициативой обеспечить студентов, у которых есть ребенок дошкольного возраста, стипендии в размере минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОД увеличится на 15% и превысит 22 тысячи рублей. Министерство предложило включить ежемесячное пособие на содержание детей обучающимся родителям в нацпроект «Семья», который стартует 1 января по решению президента Владимира Путина. Минздрав России выдал разрешение на клиническое исследование нового препарата от ботулизма. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как уточнил глава ведомства, лекарства, разработанные в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, созданы на основе антител, способных нейтрализовать токсин ботулизма в крови больного. Заведующая Центром общественного здоровья Ольга Черкова рассказала, как приготовить диетическую окрошку. Вместо колбасы используйте отварную говядину, курицу или индейку, вместо майонеза – сметану. При традиционном приготовлении на квасе выбирайте окрошечный квас с минимальным содержанием сахара. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта острые ингредиенты, такие как зеленый лук, хрен и горчицу, нужно добавлять как можно меньше.